всем огромный привет из солнечного прованса мы сегодня с александром он там подождите минуточку он занимается хозяйственными делами сейчас мы пошли с ним наши холмы знаете зачем покажу вам как у нас цветет не жарко но хорошо бонжур александр чтобы посмотреть чтобы собрать новогодний букет может быть что-нибудь найдем и как раз прогуляемся владислав с нами не захотел он сегодня играет с друзьями так что мы с александром вместе если что-то интересное насобираем найдем то вам покажем наш новогодний букет сегодня в провансе не знает сколько градусов принципе на солнышке хорошо на солнышке хорошо ой замучила меня эта челка скорее уже четверг вот сейчас посмотрим сколько градусов в принципе погода хорошая хотя тучи со стороны все черное тучи тучки тучки может быть нет пойдет оля сегодня в instagram выставила фотографию там снега снега там по фаренгейту у него показана температура но почти у нас 14 градусов так что для нас это холодно ветер просто прохладный а на солнышке пригревает хорошо у нас все нормально уикенд проводим спокойно в домашней атмосфере домашней обстановке с владиславом делали уроки вы спрашиваете помогаем моему когда просит помогаем александр по истории помогает я там чем могу помогу но он уже больше меня знает он сад огород французы сажают не знаю что он может быть просто убирает ух ветер прохладный все равно а вот поэтому хотели съездить к лильяну и даниэль но александр работал в ночь и поэтому устал решил отдохнуть дома вчера солей разговаривала она мне сбросила сообщение своих подруг прям девочек которые я знаю конечно я немного расстроилась потому что в сибири в троицком районе там с этим к видам черти что творится это уже из первых уст я сама слышала это сообщение прям вот от того от кого мы знаем но жулили оба я ему говорю пойдем подальше кружок обойдем не сразу пойдем да что там и знакомые погибают мне прям за троицкое переживаю за барнаул ну что теперь потом еще одна ее лучшая подруга с которой она не учились ой сколько детей у нас сегодня в парке в университете тоже она в лондоне сейчас живет и тоже она вчера сообщение сбросила сама что болеют уже 16 дней очень очень тяжело ну ладно давайте про плохое не будем а то будем расстраиваться будем про хорошее вот лаванду вам показываю видите лаванда все до следующего года розмарин продолжает цвести он круглый год из прованса ладно мы пошли в этом году французы как-то плохо украшают свои дома обычно здесь дома такие украшенные они гирлянды все на свете а в не знаю почему может позже будут украшать потом посмотрим наверное в деревне у свекрови может быть украсить ведь какое небо красивое как не поедем я там поснимаю надо будет у ней у нее спросить вот свалка французская свалка все по выбрасывали с какого-то бюро но приедет машина наверно в понедельник все это заберет а здесь я вам покажу немного давно мы не ходили по этой улице мы будем подниматься туда горы и потом нам надо будет там искать наши растения но если не найдем то поедем с александром другой лес у сколько шишек а сожалею все цветет цветет он там он дерево розовый куст который я снимал он до сих пор цветет ох красота оливковые деревья дикие можно собирать чай заваривать почистили даже алекс говорит вон там все почистили мэрия наверно приезжала и зонту на твои воздух прям такой чистый холодный я спрашиваю александр сегодня охотников нет он говорит но вообще во франции очень редко после обеда разрешают охотиться в основном это с утра до где-то до 12 часов а вот после обеда уже запрещено охота а кто-то мне спрашивал сколько стоит абонемент на охоту я не знаю это надо в мэрии наверно в префектуре может быть узнавать или специально какой-то на организации у даниэль есть подруга у нее муж охотник надо у нее будет пора спросить если вам интересно всегда на рождество дикую дикую свинью она готовится англии может у нее а мы к ней еще ни разу не ходили с вами то есть мы ходили у нее тоже большой большой крэш новогодний ясли она обожает ее тоже зовут элен вот и она так как муж охотник она делает всякие консервы паштеты из англии все очень они любят принимать гостей готовить праздники устраивать классно я сказала нету охотников они вон они с ружьями ни хрена себе вон он он уля александр пошли быстрее отсюда а кума или это решили значит у нас здесь после обеда разрешают я не ошиблась хорошие у меня слух я слышала алекс и услышал собаку и потом она не в оранжевых жилетах а сейчас его постараюсь приблизить на нас смотрят скажут но вообще мы имеем право здесь гулять и вот этот который я вам показала он стоит границу соблюдают защищает всех остальных охотников что-то дальше нельзя проходить вот так вот во франции идешь они здесь с ружьями с большими красота на небе какая красотища самое главное что мы букет то не сможем собрать рождественский потому что нам надо было он туда идти они по всему этому пи и периметру так что не повезло вид вам покажу какой открывается александр говорит смотри как колледж стали быстро строить строительные работы идут вообще его должны были построить уже два года назад и влад должен был ходить в колледже сюда ну что там там может быть субсидии не дали или еще что то не знаю и вот в этом году быстро строит я вообще не представляю как можно быть охотником как можно убивать зверей я не представляю я не представляю что пойма жены кума и пе манже я плетюс я не знаю как они едят потом все это вон француженка с собачкой гуляет красота